Почти полтонны черной икры изъяли сотрудники спецроты ДПС в районе 34-го километра трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Крупную партию нелегального деликатеса преступники перевозили весьма необычным способом. В автобусе ритуальной службы. Причем выглядело все по-настоящему. Гроб, венки, не забыли даже про фотографии усопшей. Криминальная операция была разработана на серьезном уровне. Перед катафалком с 10-миллионным грузом ехал автомобиль, который должен был отвлечь внимание патруля. Если таковой, попадется на пути. Водитель лэнд-крузера Прада сделал все, чтобы полицейские заинтересовались его поведением. Но инспекторы знают про такие уловки. Выключили световую сигнализацию, дождались, когда автомобиль начнет двигаться. Пропустили его. Следом за ним выехал данный автомобиль. На боку у него были написаны ритуальные услуги. Было принято решение проверить данные транспортные средства. А внимания на Тойоту лэнд-крузер Прада не обращать. Профессиональное чутье инспекторов не подвело. Водитель спецавтобуса при виде полицейских занервничал. Объяснил, что везет в краевой центр тело усопшей. Вот только свидетельства о смерти погибшей у него не оказалось. Это стало поводом заглянуть в салон. От посторонних глаз запрещенный груз скрывала траурная мишура. Изотермические сумки с пластиковыми контейнерами были прикрыты искусственными цветами и венками. Не пустовал и главный атрибут похорон. Нарядный гроб оказался полностью набит замороженным деликатесом. И водители, и пассажирка Тафалка свою причастность к перевозке браконьерской добычи отрицали. Откуда икра? Беспонятно, да. Я про не эту подъезду знаю. Куда везли, я не знаю. Мне никто ничего не говорит. Я просто рабочий. Со мной никто не делится такими планами. Вы видели там какие размеры? Размеры и правда впечатляют. Всего из автобуса выгрузили 956 контейнеров с черной икрой. Это 480 килограммов деликатеса. Примерная стоимость изъятой партии около 10 миллионов рублей. 32-летний водитель проживает в пригородном поселке Красная Речка. Его 33-летний напарник, тоже хабаровчанин, проживает в одном из пригородных сел. Они рассказали, что незадолго до описываемых событий неизвестный им гражданин предложил перевезти тело недавно умершей родственницы из поселка Маяк в один из моргов краевой столицы. Гров в Катафал грузили также неизвестные им лица. За свои услуги мужчинам обещали заплатить 25 тысяч рублей. Автобус полицейские отправили на арестплощадку, а икру на ответственное хранение. И водителей пассажира Катафалка доставили в отделение полиции. С места происшествия Виталина Кондрахина, Евгения Куликова и Павел Рогатин.